И еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. Надворено заканчивается 18 марта, и мы последний обзор событий на украинских фронтах начинаем традиционно с Южного фронта. Судя по той информации, которая сегодня ко мне приходит на протяжении всего дня, утренний удар по Вознесенску и по Николаеву были очень и очень болезненными для вооруженных сил Украины. Под Вознесенском были уничтожены склады, на которые опирался местный гарнизон. А вот по Николаеву удар нанесен был сразу по нескольким военным объектам, и местные жители пишут, что там что-то у военных непонятно что, какая-то суета, очень много скорых, очень много машин туда ездит на части. Судя по всему, действительно какие-то очень серьезные потери были нанесены, пока подробностей никаких нет. Ну я надеюсь, хотя я думаю, что губернатор Ким как раз вот это комментировать не будет. Хвастаться там безусловно нечем, а потери, судя по тому, что местные жители говорят, потому что действительно такого мы никогда не видели, что там скорые мотались, там вот эти всякие машины и прочее, там какая-то у военных суета, непонятно. И это продолжается на протяжении всего дня. В общем, я не думаю, что губернатор Ким сегодня выйдет вообще с речью. А если выйдет, то скорее всего улыбаться он точно не будет. Ну и также сегодня вечером пришла информация о том, что под Кривым Рогом, это официальная информация, Кривой Рог объявлено, что вокруг города расставлены минные поля, а это говорит о том, что именно в этом направлении власти опасаются большой атаки. И те успехи, которые достигли российские вооруженные силы по этому направлению, стали причиной минирования окрестностей Кривого Рога. Призываю местные жители быть аккуратными, никуда не уходить, потому что вы просто можете нарваться на минное поле, выставленное ВСУ. В Мариуполь оставим на завтра, утром мы его комментировали, пока новой информации нет, сразу переходим к Курахово. Но здесь происходит то, о чем мы говорили утром. То есть очень похоже, что украинские вооруженные силы, сразу снявши своих позиций, устраивают новый оборонительный рубеж на реке Сухая Дяла, но российские вооруженные силы пытаются их обойти слева, с запада и таким образом выйти во фланг, а далее в тыл Кураховской группировки ВСУ. То есть наступление развивается довольно успешно и, я так понимаю, к утру можно сдать очередных заявлений Министерства обороны Российской Федерации о занятии новых населенных пунктах. Также сегодня был очень мощный удар по Авдеевке Российская, скорее всего Российская, потому что использовался 203-миллиметровый калибр, то есть скорее всего это САУ МАЛКА. Очень серьезно приложились по переднему краю ВСУ и по тем данным, которые есть у меня, буквально сразу же были накрыты несколько опорных пунктов вооруженные силы Украины. Причем настолько точно, что по тем данным, которые есть у меня, пехота ДНР пошла вперед, не получила никакого сопротивления на южных окраинах Авдеевки, но вынуждена была отойти, потому что закрепиться там банально негде, а приказа на атаку они не получали. Вот такая вот ситуация сегодня сложилась в Авдеевке. Ну и также, согласно официальных заявлений Российского командования, уже идет очистка Северодонецка от вооруженных сил Украины, довольно значительно войска ЛНР продвинулись вперед, но в основном пока город занят вооруженными силами Украины. Тем не менее, в этом городе не так же обречены, как и в рубежном. Скорее всего, уже в ближайшее время, скорее всего даже может и завтра, они отойдут на правый берег Северского Донца. По Славянскому направлению пока никаких новостей нет, и по Киевскому тоже. Вот это примерно то, что произошло за последние несколько часов. Следующий военный обзор будет завтра днем, а утром традиционно новый интересный материал, где я постараюсь рассказать о новой стратегии вооруженных сил Украины, исходя из того, что они быстро теряют военную технику, а значит и свои ударные и маневровые возможности. Уже понятно, как они будут поступать дальше и об этом мы с вами поговорим завтра утром. На этом пока все и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok